когда вы распаиваете необходимо проверять все ножки вот с помощью микроскопа очень удобно проверять сегодня буду рассказывать про микроскоп фирма understar заказывал с алиэкспресса пользуюсь уже порядка двух лет сейчас расскажу про основные его функции микроскоп имеет вот такую подставку с двумя гибкими подсветками питание 5 вольт управлять микроскопом можно с помощью вот этого джойстика есть кнопка включения выключения также можно регулировать яркость вот этой гибкой подсветки ярче и тусклее пульта идет разветвление основное идет питание 5 вольт с блока питания 5 вольт уходит на вот эту подсветку подключается задней стороны штатива и 5 вольт уходит на разъем мини-юсб сам микроскоп имеет модуль оптики тоже со своей подсветкой и сам дисплей также у него задней стороны можно вставить флешку здесь подключается питание и есть кнопочка сброса на заводские настройки микроскоп можно включить как я сказал уже с помощью пульта такое приветствие и вот так выглядит микроскоп микроскоп может записывать видео делать фотографии сейчас выставлен режим видео вот здесь в углу экрана можно менять с помощью кнопки меню на фотографии делать фотографии снимок и при следующем нажатии меню можно попасть в файловую систему где можно посмотреть видео здесь указывается сколько видео записано то есть сейчас два из двух основные клавиши это включение выключение при долгом зажатии он выключается далее кнопка меню при коротком нажатии меняется режим видео фото файлы при долгом нажатии можно зайти в основное меню в основном меню настраивается разрешение сейчас стоит сама максимальная full hd она необходима при записи видео и также фотосъемки ниже это функция записи сколько минут будет записывать видео я обычно ставлю я обычно ставлю на пять минут чтобы чтобы зайти вот в эту менюшку нужно нажать кнопочку ok есть клавиши вверх вниз ok и фотография скриншот захожу меню выбираю пять минут подтверждение ok следующая экспозиция настраивается также есть запись звука можно включить выключить этот пункт ставит дату на ваше записанное фото или видео при нажатии на кнопочку меню переходит в следующий под меню здесь можно настроить дату время также язык русского здесь нету частота это скорее всего частота обновления основного экрана микроскопа 50 и 60 герц можно выбрать форматировать карту флешку переход к заводским настройкам и можно посмотреть версию прошивки данного микроскопа здесь вот даже написано что скорее всего 2020 году от 10 июля скорее всего 2020 года так и нажимаем меню выходит обратно чтобы начать запись видео нужно выбрать вот видео я нажимаю кнопочку ok и пошла запись вот видно запись если нажать опять кнопочку ok запись останавливается показывает в этом углу флешку что установлена флешка и показывает индикацию что идет питание от внешнего источника не помню если у него автономность если у него свои батареи я всегда пользовался внешним источником питания разбирать его не доводилось в этом углу уже отображается дата время здесь у меня не настроена по умолчанию показывают 2020 год ну и покажу как он увеличивает вот у меня есть платка здесь я когда-то выпавил процессор плата от видеонаблюдения у основной оптики механический зум зависит от того на какой высоте стоит оптика регулируется все на штативе вот этим роликом выше ниже я сейчас опустил максимально низко у него есть вот механический зум есть также цифровой зум до 8 можно увеличить еще в 8 раз также здесь под клавишами есть регулятор он регулирует основную подсветку которая есть вот в этой оптике сейчас я ее покажу я всегда максимально не делаю дополнительных дополнительной подсветки в принципе хватает чтобы что-то разглядеть вот этот процессор как раз я распаивал с помощью вот этого микроскопа его выпаивал сначала потом его распаивал но была проблема тут не в процессоре совсем вот и когда вы распаиваете необходимо проверять все ножки вот с помощью микроскопа очень удобно проверять припаялись они или не припаялись здесь на микроскопе это очень хорошо видно вот даже резисторы r46 r47 вот они r46 r47 даже камера не может сфокусироваться какое это все мелкое вот они эти резисторы r46 r47 микроскоп сам по себе бюджетненький но в принципе для пайки как моем случае для пайки вообще отличный у меня устраивает классный когда его покупал цена у него была порядка 100 долларов по моему если я не ошибаюсь ну очень помогает в работе если кто хочет такой приобрести ссылочку оставлю в описании под видео а а